ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВАШ Хочется спросить, нет ли у вас ощущения, что пытаются все-таки как-то замотать уже дело, чтобы осудить только исполнителей, а дальше уже и никому не важно будет? Ну, Ирин, почему только ощущение? Есть полное понимание того, что хотят дело не то, что замотать, но просто закруглить и закрыть, правильно? Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Суд принял решение. Суд у нас, как известно, независимый, следственно, самостоятельный. Оно все добросовестно проработало. Меньше чем за год нашло, раскрыло сложнейшее политическое преступление, громкое, резонансное. Заказчики найдены, организаторы найдены, убийцы найдены, все материалы готовы. Я думаю, что в суде они еще и признают свою вину, быстренько получат свой срок, после чего исчезнут, и вообще никто не сможет их найти, как госпожу Васильеву. Где они сидят, как они сидят, за что они сидят? Сидят? Ну, да. Вот, собственно говоря, у меня ощущение, что это некий такой, знаете, как и волки, святые, и овцы целы. С одной стороны, вот вам, пожалуйста, мы все материалы следствия раскрыли, вот они все доказательства, вот они все обвиняемые, вот они все осужденные. Что вы еще хотите? Вот, да, собственно говоря, власть показала, что она не намерена проводить серьезное расследование. Ну, потому что мне первый раз, когда я прочитал вот это сообщение, что он официальный, товарищ Махудинов, назван заказчиком, я сразу же вспомнил историю с тем, как водитель Жириновского был кандидатом в президенты. Ну, мы тоже проходили, понимаете, водитель, водитель, вот как-то вот, видимо, у них с фантазией, как-то не очень богатые у этих людей, поэтому они, значит, водитель, они понимают, что он есть везде, поэтому взял водителя, договорился с ним, ну, и все, человек взял. А как, это очень близкий человек к основной фигуре. Водитель – это человек, который всегда есть под рукой, да, которого искать даже не надо. Да, чтобы такого не было водителя у человека, да, водитель точно найдется. Ну, хорошо, мы просто говорили сейчас и в том числе с Алексеем Венедиктовым в первой части нашей программы о том, что, ну, пресса, да, там, какая осталась, что называется, не забудет, все равно не даст замотать, все равно будем напоминать. Вообще, в целом, давайте пофантазируем, есть ли у нас с вами шанс узнать имя заказчика и добиться его нахождения на скамье подсудимых, я так скажу? Да, есть. Жаль только жить в эту пору чудесно, потому что не придется ни мне, ни тебе. Или, ну, вот, мне кажется, вопрос на такой абсолютно риторический, и вы, я это хорошо понимаем, да, что шанс раскрыть правду всегда есть, потому что, ну, не зря там русская пословица говорит, да, сколько веревочку не видеть, а кончику быть. Просто для этого должна смениться власть в России, должен смениться политический режим, должен возникнуть независимый суд, независимые следствия, должны быть люди, которые заинтересованы в раскрытии правды. Вот нынешняя власть, она в раскрытии правды не заинтересована. Ну, поэтому вот при них, при тех людях, которые сегодня сидят там и в Кремле, и в Следственном комитете, в Генеральной прокуратуре, и в суде, ну, им этого не надо. Поэтому при них, конечно, этого не случится. Хорошо, а насколько нынешнему обществу вообще важно знать, кто заказал убийство Бориса Немцова, и как это все произошло? Давайте не встить себе, и давайте говорить о том, что, ну, процентом, там, 70-80 российского населения совершенно все равно. Кто убил, за что убил, почему убил, из чего убил, кто заказал, кто организовал. Вот, ну, российское общество настолько оно не интересуется политическими событиями, да, что, вот, я думаю, что они действительно всерьез даже не будут задавать этого вопроса. И после того, как по телевизору, по первому каналу, по второму каналу, эти невидения покажут, там, несколько отрывков из заседания судебного процесса, там, такие вдохновенные речи прокуроров, там, 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 масс, следственных дел, в общем, как сказать, покаянные лица подсудимых, вот, ну, как, и провести опрос, там, не знаю, хотите Левада-центр, хотите ФЦИОМа, но население вам скажет, ну, конечно, они убийцы, ну, конечно, они организаторы, мы удовлетворены работой следственных органов. Да, и есть достаточно большое, конечно, ну, большое, не знаю, там, может, 5, может, 10, может, 15 процентов российского населения, которому нужна правда. Ну, вот, соотношение, оно такое. Слушайте, вот, раз уж вы упомянули и социологов, и ФЦИОМ, которые проведут опрос, сегодня любопытный, довольно был разговор в российской газете с Олерием Федором, главой ФЦИОМа, который, ну, полагает и опирается на какие-то свои статистические данные и вопросы своей же собственной организации, что россияне стали жить не в обычном времени, то есть обычном времени, а в историческом, что даже на кухне граждане говорят про Сирию, про Украину, при том, что обычные граждане, они понимают, что они в целом стали жить хуже, что зарплата их обесценилась, цены выросли, потому что они ходят в магазин каждый день и видят, что там происходит. Но для них это сейчас не так важно, как то, что вот, вот, как там в Холмсе взрыв, вот вчера там, по одному из каналов, раз, прерывается там срочно три взрыва в Холмсе. Ну, мне жалко людей, конечно, которые страдали в Холмсе, но, в общем, при чём весь мы с вами. И для людей действительно, ну, как вот утверждают социологи, на уровне кухни, где у нас основная жизнь, вдруг стало интереснее говорить о том, чего нет вокруг нас, а что происходит где-то там вот-вот далеко. Вот что вы думаете об этом? Ну, Антон, я думаю, что это действительно существует. Не зря же есть расхожая фраза «чего нет по телевизору, того нет в жизни». Да, и, в общем, люди обсуждают то, что они видят вокруг себя. А вокруг себя они видят вот экран телевизора, там практически каждая российская семья имеет телевизор и смотрят его там, ну, с каждым, судя опять-таки, по оценкам социологов, всё больше, больше и больше. Я с гордостью говорю, что у меня сгорел мой телевизор месяц назад. Это у меня та самая семья, которая имеет телевизор. Ну, ну, знаете как это, извините, нашим персонал, да, но там себе не без урода, что называть. Я тоже телевизор давно уже не смотрю российский, поэтому, в общем, как-то тоже меня эти новости не сильно затрагивают. Вот, но люди, а потом, понимаете, вот кризис всё-таки, я вспоминаю советское время, да, и там вот нельзя было сказать, что там 80-е годы, это были там, то есть, ну, там и слово «кризис» так не воспринималось, да, он потом исторически считал, что там 80-е годы это уже такой вот закат советской системы, когда там постепенно всё ухудшалось, ну, и по телевизору показывались то же самое, да, по телевизору показывались там урожаи, там, не знаю, замечательные работы нефтяников, там, не знаю, ещё, там, какая армия боеспособствия была, но там чего только не было, да, а люди всё равно обсуждали то, что есть в жизни, вот, но сейчас, понимаете, обсуждать вот кризис, обсуждать, что мы стали потреблять меньше, вот, объективно, ну, не знаю, там, вот представьте, что вы там сыро сидите, не знаю, там, после передачи или там готовите к передаче, ну, и так за чашкой чая начали, что называется, о делах о своих говорить. Вы же не будете так всерьёз друг другу глубоко рассказывать, как вам стало хуже, какие у вас проблемы, помните анекдот, да, кто такой человек, зануда, человек, который на вопрос, как дела, всерьёз начинает рассказывать, как дела. Да, ну, вот это же то же самое, да, знаете, сидят люди на кухне, начинают слушать, вот, нам зарплату уже не повышают, там, это самое, премию не платят, а ты знаешь, ещё... Нет, ну, почему такие разговоры бывают? Ну, нет, 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 конечно, они бывают, конечно, они бывают, и, конечно, они идут, и люди достаточно хорошо понимают, что жить им становится хуже, и более того, по тем же самым вопросам в ЦИОМа, больше половины россиян очень хорошо понимают, что в экономических сложностях виновата российская власть, то есть это всё вопросы говорят, но вот разговаривать о том, как бомбят Холмс, или как там взрывается, или переживать за тех, кто там сидит где-то, там, не знаю, в какой-то деревне, вот, ну, только не за себя, вот, это как-то людей успокаивает, и они говорят, что, ну, не только у нас проблема, а вот ещё есть, посмотри, там, вообще чуть ли не мировая война идёт, и ещё надо спасибо сказать, что он нас кормит в это время, да, и что там мы живём более-менее по-человечески, вот, поэтому, мне кажется, такой абсолютно психологический феномен, с одной стороны, людям не хочется говорить о неприятном, а с другой стороны, обсуждают то, что видят по телевизору, тоже нормально. Ну, то есть, они, в общем, смотрят это как кино? Ну, как обсуждают жизнь героев сериалов, если это интересный сериал, там, сейчас... В общем, да, в общем, да, то, что там, когда рабыню и зауру обсуждали же там, вся страна обсуждала рабыню и зауру, но сейчас вся страна обсуждает Сирию. А до какого момента, ну, вообще, я понимаю, что вопрос тоже такой, мягко говоря, не новый, не первый, и не имеющий, наверное, однозначного ответа, но всё-таки, по вашим ощущениям, коль скоро не последний человек в экономике, вот до какого момента это конфликт, не знаю, холодильника с телевизором, телевизор с кошельком, там, телевизор с аптекой, ну, вот со всеми теми... Куда люди, ты сранишь, без телевизора идут в магазин, ну, там-то человек приходится, он же своими глазами всё это видит. Ну, вот в какой момент это как-то начнёт вступать в противоречие-то одно с другим? До каких пор можно обсуждать запас этого обсуждения? Антон, Антон, вы знаете, я много думал над этим вопросом, и, к сожалению, вынужден вас разочаровать. Народ может долго жить в этом вот, в раздвоенном сознании, да, борьбы с холодильником с телевизором. И опять, ну, раз уж мы заговорили там, я заговорил, да, чуть раньше там о Советском Союзе, я пытаюсь всё время, пытался для себя понять, вот, ведь в Советском Союзе ухудшение качества жизни наблюдалось, ну, там, все 80-е годы, да, ну, так вот, я понимаю, что там был, наверное, всё-таки недостаточно взрослым, но вот какой-то такой вот пик, это там Московская Олимпиада, условно говоря, да, там, 80-е годы, после чего там жизнь становилась всё хуже, хуже, хуже. Но вот ухудшение экономической качества жизни, оно же не привело там ни к политическим протестам, да, ни, в общем, Советский Союз срухнул не потому, что там населению стало плохо жить, оно вышло на улицы и смело вот эту вот там антисоветскую советскую власть, да, вот, там было что-то ещё, и вот это что-то ещё, это была гласность, да, которую Михаил Горбачёв, что называется, где-то там в 87-м, наверное, году, как-то инициировал, правильно сказать, да, запустил процессы, но людей просто палился поток информации о том, как, вот, собственно говоря, не то, что в телевизоре, а то, что на самом деле. О том, что на самом деле было и 30 лет назад, и 10 лет назад, и 50 лет назад, и то, что на самом деле происходит сегодня, да, и вот у людей сразу расширилось понимание того, что жизнь, она более многогранна, вдоль и многослойна, и всё-таки, ну, кажется, мне последним таким вот элементом это стало понимание того, что нынешняя власть, она потеряла, да, вот та власть советская, я имею в виду, да, я ещё раз про неё говорю, что она потеряла доверие. То есть, люди поняли, что те, кто сидят в Кремле, те, кто управляют страной, они не в состоянии решить их проблемы. И вот тогда, ну, собственно говоря, государство потеряло поддержку населения. Ну, как быстро это всё произошло, между прочим? Потому что там десятилетиями людям рассказывали там одно и везде, и они так спокойно с этим жили, несмотря на то, что жизнь ухудшалась, 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 ухудшалась. В Афганистане, кстати, в этот момент уже там погибали, 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 погибали. Они смотрели про эту там военщину и ястребов, а потом, оп, за год, за год, за три, всё же развалилось моментально. Те же, на последних от советских выборах было 99,6% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Ну, нет, 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 Антон, Антон. Ну, а как же? Ну, последние советские выборы, это, наверное, там, год 84-й. Да. Потому что, ну, вот от 84-го до 89-го, когда прошли такие, на самом деле, даже несвободные выборы в Верховный Совет, в Народный Совет, как съезд народных депутатов СССР, вот так он назывался, да? Они же были несвободные. Там же выборы шли по куриям, по т.д. и так, и сяк, и организованно. Тихо, тихо. Да, вот вы абсолютно правы. Сказали, что вот параллельно с этим шел процесс политической демократизации, да? То есть, вот первый съезд народных депутатов СССР, он избирался вот каким-то таким полукривым, но достаточно временами свободным способом, а потом прошли там выборы съезд народных депутатов РСФСР абсолютно свободные. А потом были выборы президента РСФСР абсолютно свободные, такие вот абсолютно демократические выборы, да? И был политик-оппозиционер, который противостоял действующей власти. То есть, вот это все сочетание, да, оно привело к тому, что на самом деле-то рухнул СССР вообще из-за того, что была проведена неудачная попытка госпереворота, да? То есть, высшее руководство страны, за исключением президента, решило улучшить жизнь. И систему немножечко подкрутить гайки, сделать ее пожестче. И система не выдержала и рухнула. Да, вот история же, она вот так устроена была. Но мы сейчас говорим, и, собственно, вот эту попытку госпереворота население не поддержала. Да, потому что они понимали, что это та власть, которая ничего не может изменить. Вот эти люди, которые сидели там на пресс-конференции и говорили, что власть – это мы, что есть такая партия, мы готовы там нести ответственность за всю страну, вот им уже никто не верил. Да, и поэтому удержать власть они, собственно говоря, не то что не смогли, не пытались, может даже всерьез не понимали, как это сделать. Да, и поэтому вот эта вот борьба холодильника с телевизором, она, ну, нужно четко понимать, она происходит не просто вот там сидит человек, смотрит на телевизор и смотрит в холодильник. Нужны какие-то новые вводные, потому что если кроме холодильника и телевизора нет ничего, он вообще не знает, а как жизнь-то устроена. Он может пройти выборы и не услышит. Ну, вот поэтому я, честно говоря, очень важным будут сентябрьские выборы в Государственную Думу. Да, вот, собственно, они и пока станут индикатором того, что происходит в голове у населения. Вот насколько партия власти, там, Единая Россия, по спискам, понятно, что не по мандатным округам нужно будет сравнивать, а насколько она пользуется доверием и поддержкой, мы увидим по пропорциональному голосованию по результату Единой России на выборах. Если можно, я отвлеку вас обоих, я напомню, что у нас в программе персонально ваш экономист Сергей Алексашенко сейчас все обсуждают новое введение с валютой, с тем, что надо будет заполнять анкеты, паспорт давать, все, что свыше 15 тысяч на обмен рублей имеется в виду, все это нужно будет документировать и так далее. Это какой-то отчаянный шаг, это попытка что-то сдерживать? Зачем это вообще было сделано? Если вообще шаг куда идти, вот. Да, с экономической точки зрения, посмотри, зачем это нужно. Ирина, с экономической точки зрения, это совершенно не нужно, если только вы не собираетесь вводить налог на, как сказать, на девальвацию рубля. То есть, если всерьез власть не задумывается о том, что там, понятно, что не сразу, не с нового года, а там года через два или когда-то у нас Путин обещал, что до 18-го года налоги повышать не будут, а начиная с 18-го уже можно будет их и повышать. Потому что, ну, вот сама по себе история, что там справку нужно получить на валюту, там на обмен валютой на 200 долларов по нынешнему курсу практически, ну, это как-то уже смешно. Но опять, смотрите, у нас же были такие справки. У нас были такие справки в начале 90-х. Может, даже все 90-е годы держались, что ты когда менял валюту, должен был приявить паспорт. Ну, вот бюрократия, она так работает. Вот бюрократия, она придумывает сама себе работу. Ведь в том же самом Центральном банке есть огромный департамент валютного регулирования, который выдумывает себе работу, как бы обеспечить себе задачи межведомственные. А вот мы еще сотрудничаем с финансовой разведкой. И вот мы все во всех знаем, создаем такую мегабазу данных. А кто у нас там играет против рубля? А кто скупает? Вот экономически смысла нет никакого. Кроме налогообложения и поддержания интересов бюрократии. А налогообложение как здесь можно? Я не знаю, если ты обменял больше 300 долларов, ты определенный процент отчисляешь? Нет, нет, нет. Или что это? Нет, нет. Ну, смотрите, Антон, вот вы там наступил какой-нибудь там, не знаю, 18-й год, 19-й год, да, вот введено налогообложение, и вы приходите в обменный пункт и говорите, вы хочу продать там 500 долларов. Нет проблем, продавай курс там 150 рублей за доллар. Вот вы с точки зрения, с точки зрения Минфина... Так, я мимо шею пропустил, да, должны близко быть в этот момент все. Нет, ну, слушайте, это через три года, ну что там вскрикивать? Ну, хотите 100 рублей. Да, может, это мало будет еще, чем мы же не знаем. Ну, конечно, не важно сколько, 100 рублей пусть будет, да, чтобы ровно считать. Вот, и с точки зрения Минфина, собственно, по-моему, есть решение Конституционного суда, тем или какого-то там Верховного суда, что валюта – это имущество. Вы продали имущество. По Российскому налоговому кодексу продажа имущества облагается налогом. То же самое, как вы купили автомобиль, вы продали автомобиль. Вы должны в налоговой декларации написать, что я продал автомобиль, получил за него столько-то денег. Но либо вы прикладываете бумажку, что вы купили автомобиль два года назад или пять лет назад, и показываете, за сколько вы его купили, да, и говорите, знаете, я купил там, не знаю, там за 500 тысяч рублей, да, продал за 300 тысяч рублей. У меня дохода нет, поэтому, извините, налога нет. Или есть оговорка, что автомобиль должен быть собственности больше трех лет. А здесь вы говорите, окей, я продал там 500 долларов по 100 рублей, получил там 50 тысяч рублей. Он говорит, отлично, вот с этих 50 тысяч рублей вы должны заплатить налоги. А тут гражданин Орех говорит, бумажечку, нет, вот смотрите, я купил на пике, да, и купил, во-первых, там, один раз купил по 101 рублю, а второй раз купил по 99, и средняя сумма покупки, стоимость покупки долларов у меня составила там ровно 100 рублей, поэтому налогов я вам не заплачу. То есть, я даже потерял, как бы, я еще вы думал. Ну, нет, ну так, да, или Антон Орех, то есть, там бумажки смотрят и начинают плакать. Купил-то я его, оказывается, по 50, да, или там по 75, да, и вот тогда получается, что 25 рублей из каждого доллара, вот они попадут под это налогообложение, под налогообложение. Вот так это вот работает. То есть, я теперь должен буду не просто вот, но так вот, если доводить до абсурда, да, эту ситуацию, я буду приходить в обменный пункт, и все эти бумажки собирать. Да, да. То есть, не просто там, как эти все ха-ха-ха, там операционистка заполнит анкету за вас, ха-ха-ха-ха-ха, там ваши паспортные данные ха-ха-ха никому не нужны, а я-то должен, не будь дурак, собирать все это. И потом, если что... Да, еще в бумажке не было никаких ошибок. Конечно, то мало ли там, что матрасчик какой-нибудь продадут вместо меня, там, заплатят. Одна цифра с номером паспорта будет. Еще потом это самое, в дверь будут стучать, искать под диваном. Да, слушай, вот это, кстати, между прочим, ценный от Сергея Алексеевича Сашенко практический совет. Вот когда мы говорим о макроэкономике, там, что там будет, там, куда-нибудь, а тут просто ценный практический совет. Если кто меняет валюту, сейчас, собирайте все бумажки. Вот как вы за квартиру платите, за свет, за газ, за все. Вот точно так же заведите отдельную маленькую папочку для обмена валют. Вот на всякий случай. Пока власть говорит, что она этого не думает, не собирается делать, но мы же понимаем, что это обещание ничего не значит. Ну, подождите, а если по безналичному расчету, если вы с долларового счета переводите в рубли, то как? Здесь-то где-то много и какие бумажки? Ну, Ир, если вы это делаете по безналичному расчету, то вы берете, опять-таки, ежегодную выписку по своим операциям в банке, и вам банк пишет, что вот в этот момент, там у вас есть отдельная папочка, отдельная распечатка в операции по вашему рублевому счету, отдельная операция по вашему долларовому счету, и написано, покупка валюты за счет собственных средств. Там пишется всегда обменный курс, то же самое. Это как раз вот с безналичным расчетом, с безналичным расчетом там все оно уже давно существует, да, и там вот, ну, если вы попросите в банке выписки, там за пятнадцатый год, за четырнадцатый год, вы все это увидите. А налог сразу заплачу, курс-то растет у нас все время? Нет, подождите, пока не требуют налога. Слушайте, нет, мы же начали с того, в чем экономический смысл. Я сразу сказал, что я экономического смысла, кроме как введения налога, не вижу. Все остальное бюрократический смысл, который нас, простых граждан, вообще говоря, не касается, кроме того, что жизнь нам усложняет. Слушайте, вот тут еще, ну, тут периодически, конечно, в обывательской среде об этом говорят, но поэтому я смело это в ватске вопросы задаю. Что всякие эти ограничительные меры с там, с туризмом, с этими санкциями, контрсанкциями, со всякими вот возможными ограничениями, они носят не столько какой-то политический характер, что вот закрыться, обособиться, там, вот эту самость свою развивать внутри себя, там, за какое-то импортозамещение непонятно. Вот тут рассказывают, очень хорошо, как с обувью у нас таотечественной. Где хорошо, в каком месте, непонятно. Адрес. А вот смысл просто в том, чтобы валюта, ну, вот, банально не уходила никуда, люди не тратили свои деньги за границей ни на что вообще, а чтобы они любой ценой оставили их здесь. И вот чтобы они тут вот уж как-никак, но крутились. Глупости я спросил сейчас. Ну, Антон, я думаю, что это глупости, да, и есть хорошая фраза, одновременно не значит потому что. Да, вот, ну, ведь понятно же, да, что там вот сбитие российского робуса, там, Кадалай-Мавиан над Синаем, ну, вообще говоря, не входило в планы российских властей. Да, ну, вряд ли, вряд ли это там вот можно. Ну, я такой теории, по крайней мере, еще не слышу. Но запрет на полеты в Египет был, наверное, введен после этого. Да, и все. Да, ну, опять, мне кажется, что это такой же и изыски, и конспирология такой чистой воды. Ну, с другой стороны удобно. Ну, с другой стороны удобно. А тут вот. Ну, Антон, знаете, как вот, я думаю, что все-таки падение туризма, оно, главным образом, связано с падением курса рубля. А тогда все остальное уже... Ну, тогда мы должны сделать вывод, что, вообще говоря, падение курса рубля устроил Кремль для того, чтобы валюту оставить в стране. Ну, тоже хорошая теория, правда? Очень. Неплохая. Мне вообще все самое нравится. Как, ну, скажи, Владимир Владимирович, зато в рублях больше. Все по бюджету все выполнили, все обязательства. Да, смотрите, нам нужно сейчас прерваться... На пять минуточек буквально. Да, у нас новости. Александр Плющев здесь уже в студии. Сейчас расскажет о последних новостях. Мы напомним только, что в рубрике «Персонально ваш» у нас сегодня экономист Сергей Алексашенко традиционно. Ваши вопросы можете задавать на номер плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять или аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Еще раз повторяем, что Сергей Алексашенко у нас по скайпу, поэтому камеру сетевизор на него повернуть мы, к сожалению, не можем. Я не нашел в 1С счет, который вы должны были выставить две недели назад. Где он? Есть моменты, которые могут испортить долгожданный отпуск сразу и безвозвратно. Но решение есть. 1С предприятие от HostX через интернет. Доступ к вашей программе 1С предприятие с любого устройства, из любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович. От 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте две недели бесплатно. HostX. Персонально ваш. 15 часов 35, мы на столице. Продолжается дневной разворот. Студия Антона Ореха, Ирина Воробьева. И с нами по скайпу в рубрике «Персонально ваш» экономист Сергей Алексашенко. Сергей, вы с нами по-прежнему? Да, да. Здорово. В нашей стране это одно из таких тоже чудесных, которые иногда попадают, возникают. Но иностранная компания скайп все-таки обеспечивает хорошую связь у нас. Смотрите, несколько сразу у нас тут товарищей наших слушателей. Кстати, напоминаю, твиттер аккаунт вызван. SMS плюс 7, 985, 970, 45, 45 для ваших вопросов. Интересуются вообще перспективой самих как таковых валютных счетов. Там пополнять их сейчас, закрывать, убегать. Может быть, их вообще все там запретят, отменят. Вот что вы об этом думаете? Ну, есть у нас узкая прослойка граждан, которые... Нет, у нас есть узкая прослойка граждан. Примерно одна треть населения вообще имеет банковские счета и депозиты. То есть, две трети вообще не имеют. Их эта проблема совершенно не волнует. Это вопрос о том... В трехлитровом банке, да, если есть... Нет, нет, нет. Две трети, там примерно 65% российского населения вообще не имеют сбережения. Антон, ни в банке, ни в стеклянной, ни под матрасом, нигде. У них просто нет сбережений. Живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому тема, как организовать свои сбережения, их не интересует вообще. Это вопрос о большинстве. Что такое большинство? Если провести голосование, запретить валютный, точнее, там, всенародный референдум, самый честный, открытый, то победят сторонники, да, делайте, что хотите. Хотите, запрещайте счеты. А нас это вообще не касается. Но есть известная фраза, что вероятность не может быть равна нулю. И, конечно, проще всего сказать, что нет, российские власти никогда ни за что не пойдут на введение валютных ограничений, не будут запрещать валютные счета. Ну, в общем, оставят тот режим достаточно либеральный, который есть у нас сегодня. Ведь, собственно говоря, на движении к этому режиму, по-моему, в 2006 году у нас была принята новая версия закона, которая достаточно все либерализовала. Но с другой стороны, меня терзают смутные сомнения. Некоторое время назад, там, по-моему, полгода, может быть, чуть больше, могла ошибаться, Владимир Путин сам сказал, что в декабре прошлого года, когда у нас там бушевал валютный кризис, да, и когда уголь там летел в пропасть, он спросил Оливера Набиулина, председателя Центрального банка, а не нужно ли нам ввести валютные ограничения. И она сказала, что нет, не нужно, это нам не поможет. Он сказал, ну, хорошо, вы знаете сами, что делать. Правильно. Да, типа, я ее поддержал, как он так сказал. Но ведь если он задал этот вопрос, значит, у него в голове мысль, ну, не мысль, а он понимает, что такой инструмент существует. Да, и, значит, кто-то там, кто вокруг него, в Кремле, не знаю, в правительстве, с кем он общается на эти темы, он ему подсказывает, что, знаете, Владимир Владимирович, вот есть еще такой вот инструмент, которым можно воспользоваться. Да, и вот, ну, в нынешней ситуации, в принципе, вообще, я считаю, что вчера как раз за друзьями обсуждал там итоги 15-го года, и, в принципе, так, если посмотреть внешне, то у нас 15-й год достаточно спокойный. Ну, там снизился, упала экономика там на 4%, ну, не бог весть, как страшно, да. Начинали год, там, курс был рубля там 66,5, например, заканчиваем 72, ну, там всего 10% девальвации за год, да, при 12% инфляции, ну, совсем, в общем, даже неплохо. Если не вспоминать, что там в середине года доллар стоил 50 рублей. Ну, в принципе, вот, ну, я считаю, что вот этот год, там, при всех, там, экономических проблемах, он такой достаточно спокойный, и обведение валютных ограничений – это резкое изменение правил игры в экономике, да, это просто очень резко, и эта мера в одиночку, ну, конечно, там не будет работать, да, там нужен более серьезный поворот в экономической политике. Ну, я, вот, у меня как-то такое ощущение, что нынешний состав правительства к этому не готов, и нынешний состав, там, руководство ЦБ к этому не готов, да, у них мозги, что называется, устроены по-другому, они думают по-другому, и даже если им приказать ввести какие-то, там, вот, ограничительную, не знаю, там, политику экономическую, там, разворот, там, к экономике запретительной, ограничительной такому советского типа, боюсь, что они даже не смогут этого сделать, потому что они не очень хорошо понимают, как это может работать. А делать то, во что ты сам не веришь, ну, так, по-крупному, да, ну, это как, не знаю, там, вам предложить, Антон, сядьте, когда он заштрувал, там, аэробусы, и порулите им немножечко, да, ну, хотя бы... Если не взлетать, я порулю, конечно, да. Нет, 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 Антон, Антон, ну, от Москвы, да и там, до какого-то, я не знаю, да че, мне не взлететь с посадкой, ну, понятно, что вы откажетесь, да. Скорее всего, я так и сделаю. Скорее всего, вот, то же самое, как и многие там здравомыслящие люди, вот, поэтому я думаю, что вот в нынешнем режиме, в нынешней ситуации эта вещь, ну, практически невозможная, но при резком ухудшении экономической ситуации, которая, там, не знаю, может когда-нибудь случиться, власть всегда будет задумываться о том, а чего бы нам еще ограничить. Да, ну, на самом деле, еще по поводу ограничений, тут есть очень интересная история, тоже опрос в ЦИОМа, и речь идет о том, что мнения россиян о необходимости закона о тунеядстве разделились фактически поровну. Почти половина россиян считает, что Россия нуждается в принятии такого закона, и, там, чуть-чуть побольше, на один процент, говорят о том, что не надо принимать такой закон. Почему вдруг заговорили о тунеядстве, как считаете, и нужна ли, правда, Россия такая статья? Ну, Ирина, ведь, как это, говоря о любой проблеме, нужно сначала договориться об определениях, да, и, там, договориться, что такое тунеядство. Тунеядство – это человек, который не работает, да, и, там, у которого трудовая книжка, там, нигде не лежит, и он не ходит на работу с 9 до 18. И если населению через телевизор, опять-таки, объяснить, что вот это и есть наш главный враг, да, что вот главный враг – это главные враги страны, они подрывают экономику, вот если бы они ходили на работу, так если бы они еще там что-то делали полезное, да, то у нас экономика бы не падала, а росла. Вот если бы под таким соусом преподнести тунеядство, да, а при этом они, видите ли, пользуются всеми нашими благами, они пользуются нашей медициной, они пользуются образованием, они ездят на транспорт, а транспорт мы датируем, ну и так далее, да, вот объяснить, что именно из-за этих людей у нас… Ну, в общем, да, да, это дармоеды такие вот, да, и что из-за них именно экономике плохо. Ну, ведь я не сомневаюсь, что у нас там можно найти пару десятков экономических журналистов, которые очень красиво это дело опишут. Я очень часто, извините, сейчас немножко в исторический спрос уйду, я когда начинал работать в государственной структуре, там, в комиссии Абалкина, в сайте министров СССР, там мое первое поручение, которое я, даже его со смехом вспоминаю, постоянно рассказываю, мне дали письмо какого-то там советского рационализатора-изобретателя, который там на шести страницах объяснил, что советская экономика немедленно воспрянет, если принять одно простое решение, нужно сделать там спички, которые зажигаются с двух сторон. Ну, потому что мы будем экономить дерево, да? Ну, отлично, смотрите-ка. Слушайте, вот оно решение. И сам человеку достаточно, вот мне нужно было ему написать ответ, что, уважаемый, все немножечко сложнее, не только в спички упирается. Так же и здесь. Тоже, Сергей, задушили такую инициативу. Ну, наверное, из-за этой экономикой рухнуло, да. Я виноват. За вашей, как сказать, халатности, я бы сказал. Ну, наконец-то мы разобрались, как рухнула советская экономика. За спичек. Кажется, Алексашенко назовем мы это потом в последних учебниках. Ограничный газор. Да, ну, все, конечно. Слушайте, вот у нас мы призвали задавать вопросы, и наши слушатели очень много задают вопросов о влиянии цен на нефть, да, на всю нашу жизнь. И вы писали не так давно текст на «Открытой России» о том, что, в общем, в позитивных сценариях, которые не связаны были бы с повышением нефтяных цен, у вас в голове не вырисовывается. При этом, значит, вы пишете, что российские власти при всем желании не в силах повлиять на их динамику. То есть, российские власти вообще никак не могут повлиять на динамику роста цен на нефть? Нет, не могут. Нет, не могут. Но это мировой рынок. А почему страшно, Ирина? А российские власти на погоду могут повлиять? Ну и что? А мы от погоды разве не зависим? Зависим. Но, знаете, по поводу снега мы уже слышали сегодня от МИДа России, что это один из провалов, что снега нет. Поэтому тут, знаете, вы осторожнее. Нет, нет, нет. Слушайте, это, вы знаете, там от погоды, в смысле, есть снег сегодня на улице, там под Новый год в Москве нету, зависит наше новогоднее настроение. Вот если глобально сказать, там будет урожай сельскохозяйственный в этом году или будет засуха. И будет не урожай. И вот если посмотреть на советско-российскую историю, то, в принципе, от погоды урожай может чуть ли не в два раза отличаться. Вот это экономический фактор. И, ну, хорошо, знаете, как, я на самом деле не считаю, что Юль, там, и лучше, знаете, как посередине пройти, да, и там, чтобы не было не сверхвысокого урожая, но самое главное, чтобы не было сверхнизкого. Но не получается, не может власть ничего сделать с этим. Поэтому то же самое с нефтью. Есть мировой рынок, да, там Россия очень важный игрок, там, нам 11% мировой добычи нефти за Россию. Россия один из крупнейших экспортеров нефти на мировой рынок, там, не знаю, 5-5 миллионов баррелей в сутки при мировом рынке, там, 90. Ну, да, ну, в общем, этого недостаточно. То есть мы, наверное, можем повлиять, если мы сократим свои поставки нефти на, и там цена нефти вырастет. Но, наверное, не хотим. Ну, как-то даже вздохнули, да, Александр? А вот, ну, поставьте, на самом деле же, вот представьте, что там вы сидите и принимаете решение, вот вы такой коллективный Путин, да, вот можно сократить там поставки нефти на Россию, ну, не знаю, там, отдельный вопрос, что там будут делать российские нефтяные компании, куда они будут свое нефть добывание, не знаю, засовывать, да, или хранить в чем, резервуаров-то нет таких для хранения нефти. Ну, сократили мы добычу нефти, ну, там, мировые цены на нефть подросли, там, до 70 долларов за баррель. И тут же, вот те самые закрытые американские скважины, ведь, на самом деле, ну, Саудовская Аравия, она своего в определенной мере добилась, да, то есть, вот, самая дорогая нефть, это, вот, американская нефть, она объемы до производства сокращается. Там, Америка потеряла примерно 500,5 миллиона баррелей в сутки за последние полгода. У них пик был где-то в апреле, и вот у них добыча нефти с апреля месяца сокращается, да, то есть, вот, дорогая нефть, она с рынка уходит. Но другое дело, что, там, приходит дешевая нефть, там, из того же самого Ирана, из Ирака, вот, ну, вот, понимаете, российская нефть, она же, в общем, не самая дорогая по точке рене себе стоимости, да, потому что, там, у нас старые исторические месторождения на развитой инфраструктуре, и, в общем, там, даже при ценах, я думаю, что 20 долларов за баррель российская нефтяная промышленность будет зарабатывать деньги, будут зарабатывать прибыль, но другое дело, что бюджету будет очень плохо. Но бюджету будет плохо, это правда. Тут наша слушательница Марина спрашивает, ну, это часто спрашивают, я думаю, что надо ей попробовать это объяснить, почему независимо от цены на нефть, бензин дорожает просто всегда, всегда. Потому что, бюджету нужны деньги, бюджет постоянно вводит акцизы, вот, а потом, ну, как сказать, нефтяные компании, они же, ну, у нас их очень мало, у нас, там, все маленькие нефтяные компании практически уничтожены, и есть, ну, там, сильные подозрения, да, в том числе и антимонопольного органа, что у нас существует в России монопольный сговор между нефтяными компаниями, которые устанавливают монопольно высокие цены на нефть. Я там не буду врать, я там давно не ездил вот так на машине вокруг Москвы, но я помню, что там лет 5-6 назад, там, отъехав километров за 300 от Москвы, бензин там, ну, стоил, там, процент на 25 дешевле, да, то есть, в общем, никакого, вот, все-все аргументы, что у нас такая себестоимость, что у нас такое, там, налогообложение, что цены на бензин должны составлять столько, ничего подобного, отъехав 300 километров от Москвы, у тебя там бензин тут же на 25 процентов дешевле. Поэтому, конечно, есть игра нефтяных компаний, конечно, они стремятся заработаться побольше, ну, и, собственно, я не, с учетом того, что у нас главные нефтяные компании, они государственные, в общем, я не очень вижу, почему там государство должно сопротивляться желанию государственных компаний заработать побольше с населением. То есть, понятно, вот это не порадует нас сводки об очередном, в этом смысле, вот, вот теперь баррель там подешевел, значит, пойду на заправку, хотя бы залив бесплатно тебе полный бак. Нет, вот в Америке это сильно работает, в Америке это Сейчас бензин процентов на 40, наверное, дешевле, чем он был полтора года назад. Я по себе вижу. Ну да, и перевозить больше обратно из Америки в Россию. Видимо, да. Слушайте, сегодня еще одна как раз связанная, ну, косвенно, конечно, с бензином история, что очередная инициатива очередных умных людей по следам Платона, по следам вот этих всех, как и мы так понимаем, акций протестных дальнобойщиков, чтобы не могло зарегистрировать грузовик свой. То есть, купить-то ты его, конечно, можешь, просто потом им пользоваться не сумеешь. Чтобы грузовики у нас все так или иначе принадлежали транспортным компаниям, юридическим лицам, а человек не смог быть частным предпринимателем на своем грузовике. Вот успели ли вы что-нибудь об этом прочитать, и есть ли у вас какое-то свое мнение по этому поводу? Вы знаете, Антон, я прочитал скользко это сообщение, и меня гораздо больше, ну, собственно, оно не стало для меня такой большой неожиданностью, потому что если вы вспомните пресс-конференцию Владимира Путина, то он вообще, говоря, там про это сказал, что эти дальнобойщики, они еще и налоги не платят, что они работают в сером секторе, с которым надо бороться, их нужно из тени в свет выгонять, чтобы они работали честно. Это и есть, я думаю, элемент того, что вот заставить людей платить налоги. И вот к вопросу о том, что когда у государства нет денег, когда цены на нефть падают, оно пытается заработать на всем на чем угодно. Ну, и вот опять, если бы ситуация была хорошая, если бы у нас не было вот этого 40-процентного падения импорта, если бы у нас не было там двухкратного падения рубля за последние два года, то, наверное, мы бы с вами сказали, ну, слушайте, ну, вообще говоря, дальнобойщики такие же граждане России, они точно так же должны платить налоги, как и мы с вами. То есть, я не очень понимаю, почему там Воробьев, Варех, Алексашенко должны платить честно 13% со всего заработанного, а дальнобойщики этого делать не должны. Но сейчас ведь на самом деле вот эти протесты дальнобойщиков, знаете, как вот, я часто говорю, когда в экономике России все ухудшается, тут еще падают цены на нефть. Ведь, по большому счету, дальнобойщиков наложилось вот это введение Платона с тем, что объем перевозок автомобильно-транспортным резко сократился. А вот это вот 40-процентное падение импорта, они же и возили на строительные материалы, импортные товары из Москвы. Вот, собственно, вот это и был основной рынок для автомобильных перевозок. Малтоннажность, что называется, да, где там железнодорожный вагон у тебя не хватает явно, а везти надо. И вот образовался огромный переизбыток мощности, и там резкое падение тарифов на перевозки на автомобильные, и резкое падение заработков для дальнобойщиков. И в этот момент им еще сказали, слушайте, ребят, а вы еще и налоги платите, а вы еще за свои деньги эти транспондеры ставьте. Вот, поэтому, ну, опять, регистрация грузовиков только на юридические лица, ну, это вот форма вытеснения в такой легальный сектор, да, с тем, чтобы легче, проще было взимать налоги с дальнобойщиков. Ну, а если эти люди уйдут из бизнеса, с учетом сокращения вообще объема грузоперевозок, может быть, и не такая-то будет потеря, но сколько-то людей будут вытеснены, да, но грузы как возили, так и будут возить. Абсолютно. Их как возили, так и будут возить. Тарифы немножечко подрастут, и все остальные, кто останутся на рынке, они будут довольны, потому что будут зарабатывать больше, да, и, ну, в общем, рынок сбалансируется. В этом отношении очень цинично, да, можно рассуждать по отношению к дальнобойщикам, что вот, ребят, вам не повезло, да, ну, точно так же, как там не повезло, например, тем, кто работает на стройках, да, вот объемы строительства резко упали, там, и не собираются расти. Вот людям, которые работали на стройках, им тоже в этот кризис не повезло, потому что у них исчезла работа, там, и они потеряли свои заработки. Вот дальнобойщики тоже потеряли свои заработки. И государство, реализуя хорошую цель с точки зрения государства, то, что все должны быть равны с точки зрения по уплате налогов, это и есть верховенство права, равенство всех перед законом. Ничего плохого в этом нет. Ну, вот на вас пришел удар кризиса, у вас, что называется, сложилось падение объемов работы, падение заработков. Ну, и еще, не знаю, по какому-то графику до вас дошла очередь, что вы тоже должны платить налоги. Сергей, у нас осталась одна минута, простите, что я вас перебиваю, у нас осталась одна минута, а хочется попросить вас пожелать, ну, новогоднее пожелание для тех людей, которые в России принимают решения в экономической сфере. Что бы вы им пожелали в следующем году? Ир, я пожелал вам хорошего настроения, оптимизма и, самое главное, понимание того, что их решения они бьют по карманам, бьют по интересам, бьют по настроению всех остальных граждан Российской Федерации. Что в конечном итоге они в одиночку, без поддержки населения, вряд ли могут что-то изменить. И вот так же, как я говорил, в Советском Союзе, как только власть потеряла доверие, она рухнула. Вот мне кажется, что люди в экономическом блоке правительства, как вы их называете, они очень близки к тому, чтобы потерять доверие населения. Потому что, что бы они ни говорили, какой бы оптимизм они ни излучали, ситуация в экономике продолжает ухудшаться. Поэтому у них как-то должно произойти понимание того, что они, в конце концов, работают для граждан, и без поддержки граждан страны они вряд ли что-то смогут добиться в своей жизни. Спасибо, мы обязательно им передадим. Спасибо, я напомню, во-первых, вас наступающим тоже. Спасибо вам большое, Сергей, что вы с нами каждый вторник. Надеюсь, что в следующем году так оно и будет. Мы напомним, что у нас в эфире был экономист Сергей Алексашенко. До встречи в новом году.